Всем привет! Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English, и сегодня мы с вами поговорим о прилагательном worth. Что оно значит и как мы его употребляем. Поехали! Итак, в первую очередь мы употребляем это прилагательное, когда говорим о деньгах, о стоимости чего-то, точнее, об оценке. Например, Машина стоит 3000 долларов. Что я здесь имею в виду? Я имею в виду, что я ее оцениваю в 3000 долларов, то есть если я ее буду продавать, я хотела бы получить 3000 долларов за нее. Второе значение этого прилагательного переносное. Мы употребляем его в основном, когда рекомендуем что-то. Например, Обратите внимание, что после worth мы используем либо существительное, a visit, либо глагол в инговой форме, reading. Давайте теперь посмотрим на другие способы, как мы можем употребить это прилагательное. Во-первых, есть такая замечательная фраза Это того стоит. Например, я могу вам посоветовать Смотрите грамматические видео с Puzzle English Это того стоит. Во-вторых, есть такое выражение Оно переводится на русский язык Стоить чьих-либо усилий или чего-либо потраченного времени. Например, Это упражнение было действительно тяжелым, но оно того стоило. Оно стоило потраченных усилий, потраченного времени. Я сделала это упражнение не зря. И еще есть такое прилагательное worthwhile, которое переводится на русский язык стоящий, полезный, важный. Например, Это была такая полезная, важная, стоящая встреча. Итак, мы с вами рассмотрели три способа, как мы можем использовать прилагательное worth. В чем же разница? Во-первых, прилагательное worth не может характеризовать существительное. Обратите внимание на примеры. Это того стоит. Упражнение стоило моих усилий, потраченного времени. И стоящая, полезная, важная встреча. Worthwhile meeting. Worthwhile может определять существительное. И во-вторых, конечно же, существует разница в значениях. Формулировки с while подчеркивают, что я не зря потратила усилие, не зря потратила свое время на что-то. В то время как прилагательное worth – это более универсальный способ сказать, что что-то чего-то стоит. И напоследок, когда мы хотим сказать, что что-то очень чего-то стоит, что действительно чего-то стоит, мы в английском языке не употребляем слово very с прилагательным worth. Мы употребляем слова well, totally и really. I hope it was well worth watching. I hope it was totally worth watching. И I hope it was really worth watching. Я надеюсь, что это действительно стоило посмотреть. На сегодня это все. Мы с вами разобрали несколько способов, как вы можете употреблять прилагательное worth. Чтобы убедиться, что вы все поняли и можете смело использовать это прилагательное, проходите по ссылке под этим видео, выполняйте упражнения. Я вам желаю удачи, всего самого хорошего. Пока-пока!